Здравствуйте всем! Сегодня я хочу поразговаривать о глаголе иметь. Когда нам надо сказать, что у меня что-то есть или у меня чего-то нет, или у тебя есть, у него есть, у него нет и так далее, мы используем глагол иметь. Меч. Часовник меч. Давайте вспомним, как он изменяется. Я мам, ты маш, он, оно, оно, ма, мы мамы, вы маче, они, оно, маю. Я имею, ты имеешь, он, она имеет, мы имеем, вы имеете, они имеют. И немного примеров такого явного использования глагола иметь. То есть, когда нам надо сказать, что у меня что-то есть или у меня чего-то нет. Мам телефон. У меня есть телефон. Дословно, я имею телефон. Маш компьютер. Ты имеешь компьютер. У тебя есть компьютер. Он ма лаптопа. У него есть ноутбук. Он она ма таблет. Она имеет или у нее есть планшет. Они маём пендрайв. У них есть флешка. Анна и Ольга маём плыте. У Анны и Ольги есть диск. Пётр и Павел маём папер. У Петра и Павла есть бумага. Или же, если дословно, Пётр и Павел имеют бумагу. Анастазия и Анджей маём другарка. Анастасия и Андрей имеют или же у них есть принтер. Мам кота. У меня есть кот. Маш пса. У тебя есть пёс. Пётр макулика. У Петра есть кролик. Если дословно, то Пётр имеет кролика. Анна ма хомика. У Анны есть хомик. Хомик хомяк. Брача запашны маём тыгрысы. У братьев запашных есть тигры или же братья запашны имеют тигра. То же самое можно сказать. Мам телефон, не мам телефон. У меня есть телефон, у меня нету телефона. Мам кота, не мам кота. У меня есть кот, у меня нет кота. Сегодня у меня хорошее настроение, вчера у меня было плохое настроение. То есть, если дословно сказать, сегодня я имею хорошее настроение, а вчера я имела плохое настроение. А теперь давайте прочтём два диалога и посмотрим, в каких ещё ситуациях мы можем употреблять глагол «иметь» – шасовник, меч. Прошу прощения, как я имею доехать до? Например, до склэр, до магазина. Мы видим, что глагол «иметь» мы можем использовать вместо слов «как я могу». Давайте почитаем диалог и посмотрим. Отсюда лучше ехать на трамвай. И мы помним, что в польском языке мы ездим чем? Не на чем, а чем. Если бы мы сказали, что ехать на трамвай, тогда бы имелось в виду, что мы едим прямо на крыше трамвая. Нет, ездим чем? Яды самоходом, яды аутобусом, яды таксовком, яды трамваем и так далее. Який номер? Какой номер? Каким номером? Альбо дещоутком, альбо двунастком. Шестанок ест за рогем. Или десятым, или двенадцатым трамваем, остановка за углом. Обратите внимание еще на такие слова. Можно было сказать альбо трамваем номер дещенч, альбо двунащче, номер двунащче, но чаще всего говорят десяткой или двенадцаткой. Дещонком, альбо двунастком. А где мам вышелч? А где я должен выйти? Или где мне надо выйти? Видите, второй вариант. Глагол иметь, меч, мы можем использовать вместо глагола мушечь. То есть мне надо, я должен пши рынку в Ротславске. У Ротславской рыночной площади. Чи то ездалеко, это далеко. То бенже пен ты пшистанок. Это будет пятая остановка. Дзенкуе за информацию. Спасибо за информацию. И прочтём ещё один диалог. Як мам заплачить за пшеезд? Как я могу оплатить за проезд? Видите, могу, но мы заменяем глаголом иметь. Як мам. Чима пан билет? У пана есть билет. Так, купил он в киоску. Да, я купил его в киоске. Венс, че глагол скасовач? И можно не бать ще кары. Итак, его нужно прокомпостировать и не бояться штрафа. Пшепрашам, цомам зробич. Прошу прощения, что я имею сделать, если дословно? Но красиво мы скажем, извините, что мне надо сделать? Ставич билет до того косовника и скасовач. Заразумяло. Денькули. То есть мы глагол меч и меть можем использовать как в явном его проявлении, когда у меня что-то есть, я что-то имею, или у меня чего-то нет, я чего-то не имею. Но также мы можем его использовать в ситуациях, когда мы хотим сказать «я могу» или «мне надо», «я должен». Вместо глаголов «я могэ», «я мушэ», «мутс» и «мушэч». Давайте несколько примеров ещё. Это фраза из песни «Как я могу перестать тебя любить?» Что я могу на это сказать? Что я имею на это сказать, если дословно? И что я имею с этим сделать? Если дословно, ну красиво мы скажем, и что мне с этим сделать? Я имею много дел, которые нужно облегчить. Это опять же дословный перевод. Красиво мы скажем, у меня есть много дел для разрешения, то есть просто которые мне нужно решить. Заватвич. Решить какие-то дела. Сегодня я имею много чего сделать. То есть сегодня у меня много дел, которые мне надо сделать. В воскресенье мне надо поехать на работу. Найперв мам зробич заданя думовая, а потом ёж много ищена спаца. Вначале мне надо, или я должен, я должна сделать домашнее заданя, а потом уже могу идти на прогулку. Как я могу доехать до чего-то, до куда-то? И ещё немного примеров. КТОРЫЙ МАМЫ ДИЩИЙ? На вопрос, какой сегодня день? Дословно переведём, который имеем сегодня. Какой сегодня день? НЕ МАМНИТЬ ДО СТРАЦЕНИЯ. Я не имею ничего, чтобы потерять. До потери. То есть мне нечего терять. СОМАШЬ ДО ПОВЕДЗЕНЯ. НЕ МАМНИТЬ ДО ПОВЕДЗЕНЯ. Что ты можешь сказать? Что ты имеешь до сказания? Не имею ничего до сказания. Что ты можешь сказать? Мне нечего сказать. МАМНИТЬ ДО ЗРУБЕНИЯ. Я имею что-то до сделания. Мне надо что-то сделать. МАМ ДАЛЕКО ДО ПРАЦИ. Имею далеко до работы. Например, далеко ехать до работы, он может сказать МАМ ДАЛЕКО ДО ПРАЦИ. То есть моя работа находится далеко. МАМ БЛИЗКО НАПШИСТАНОК. ОСТАНОВКА НАХОДИТСЯ БЛИЗКО. Может быть, возле дома или возле работы. Возле меня, в общем. Имею близко до остановки. МАЯ ОСТАНОВКА БЛИЗКО. МЕЧ ДО ЧИНЕНЯ З. Такая фраза. ИМЕТЬ ДЕЛО С ЧЕМ-то, С КЕМ-то, например. И давайте почитаем ещё два текста, где глаголы МОЧЬ, МНЕ НУЖНО, например, заменены на глагол ИМЕТЬ. МЕЧ. Почитаем, попереводим. И обратим внимание на глагол ИМЕЧ. АЛЕ ПЕХ. ПЕХ – НЕВЕЗЕНИЕ, НЕУДАЧА. ВОТ ТАК НЕВЕЗЕНИЕ. КАРОЛЬ ВЫБРАЛЩЕ НА ВЫЧЕЧКЕ РОВЫ РОВЫМ. КАРОЛЬ ВЫБРАЛЩЕ НА ЭКСКУРСИЮ ВЕЛОСИПЕДОМ. ПЛАНОВАЛ ПОЕХАТЬ ДО ПЕСКОВЫЙ СКАЛЫ. ОН ПЛАНИРОВАЛ ПОЕХАТЬ ДО ПЕСКОВЫЙ СКАЛЫ. ТАМ МЯУЩЕ СПОТКАТЬ ЗЕ ЗНАЮМЫМИ З ВРОТСЛАВЯ И РАЗАМ ХЧЕЛИ ЗВЕДИЧ ЗАМОК. ТАМ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛ ВСТРЕТИТЬСЯ. ТАМ ОН ДОЛЖН БЫЛ ВСТРЕТИТЬСЯ СО ЗНАКОМЫМИ З ВРОТСЛАВА. И ВМЕСТЬ ОНИ ХОТЕЛИ ПОСЕТИТЬ ЗАМОК. ВИТИ, ТАМ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ. ГЛАГОЛ МУЩЕЧ ЗАМЕНИЛИ НА ГЛАГОЛ МЕЧ. КАРОЛЬ ЗНАЛ ДОБЖЕ ХИСТОРЬЯ ТЕГО МАЛЕГО, АЛЕ УРУ ЧЕГО ЗАМКУ ДУЖО ЧЫТАЛ ОНИМ, ВЕНС ДЮЩ МЯУ БЫЧ ПШЕВОДНИКЕМ ПШИЯЧУМ. КАРОЛЬ ЗНАЛ ОЧЕН ХАРАШО ИСТОРЬЯ ТВА МАЛЕНЬКОГО, НО ОЧАРАВАТЕЛЬНОГО ЗАМКА, ОН МНОГО ЧИТАЛ ОНИМ, И ПОЭТОМ СЕГОДНЯ ОН ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ ПУТЕВОДИТЕЛЯМ, ГИДОМ ДЛЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ. ОПЯТЬ ЖЕ, ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ, ИЛИ ЕМУ НУЖНО БЫЛО БЫТЬ, НО МЫ ЗАМЕНИЛИ ГЛАГОЛ ИМЕЮТЬ, ТИЩ МЯУ БЫЧ, В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМНИ. ПОТЕМ МЕЛИ ЕХАТЬ ДО ОЙЦОВА, КТУРЫЙ ЙЕСТ ЗНАНЫЕ З МАЛЮВНИЧИХ КРАЮБРАЗОВ И ПШЕПЕНКНЫХ ФОРМАЦИЙ СКАЛЬНЫХ. ПОТОМ ОНИ ДАЛЖНЫ БЫЛИ ПОЕХАТЬ ДО ОЙЦОВА, ВИДЯТЕ, МЕЛИ ОНИ ДАЛЖНЫ БЫЛИ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ, В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ, МЕЛИ, МЫ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ ЗАМЕНИЛИ ГЛАГОЛ МУЩЕЛИ, МОГЛИ, ТАК, МЕЛИ, КОТОРЫЙ ИЗВЕСТЕН СВИМИ ЖИМИ ЖИЛОПИСНЫМИ ПЕЙЗАЖЕМИ, ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ, СКАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЕМ. ТАМ МЕЛИ ОГЛЮНДАЧ МАЛЮ КОЩЩУ, ЗБУДОВАНЫЕ НА ЖЕЦЕ, ЧИЛИ КАПЛИЦЕ НА ВОДЖЕ, ТАМ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ, ОПЯТЬ ЖЕ, ЗАМЕНИЛИ ГЛАГОЛ МУЩЕЛИ НА ГЛАГОЛ МЕЛИ, ТАМ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОСМОТРЕТЬ НЕБОЛЬШОЙ КОСТЁЛ, ПОСТРОЕННЫЕ НА РЕКЕ, ИЛИ ЧАСОВНЮ НА ВОДЕ, И, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОЙТИ В ПЕЩЕРЫ. НАКОНЕЦ, ПАМЁНТКОВА ФОТОГРАФИЯ ПЩЕРУТ ИМПУНУЁНЦЕХ СКАУ ПШИ БРАМИ КРАКОВСКИЙ. И В КОНЦЕ ПАМЯТНОЯ ФОТОГРАФИЯ СРЕДИ ВПЕЧЕТЛЯЮЩИХ СКАУ ВОЗЛЕ КРАКОВСКИХ ВОРОТ, КРАКОВСКИХ ВОРОТ. НЕСТЕТЫ, ЯК ПЕХ ТО ПЕХ. К СОЖЕЛЕНИЕ, НЕ ВЕЗЁТ, ТАК НЕ ВЕЗЁТ. ПО ДРОДЗЕ КАРОЛЬ МЯЛ МАЛЫЙ ВЫПАДОК. ПО ДОРОГЕ С КАРОЛЯМ СЛУЧИЛСЯ НЕБАЛЬШАЯ АВАРИЯ. КАРОЛЬ МЯЛ ИМЕЛ НЕБАЛЬШУЮ АВАРИЮ. ПРОВАРЩЕ ЗЕКСУ, А КАРОЛЬ НЕ ТЫЛЬКО НЕ МУГУЮ ЕХАЧ ДАЛЫЙ, АЛЕ НЕ МУГУЮ ТЭЖ ВРУЧИЧ ДО КРАКОВА. ВЕЛОСИПЕД СЛОМАЛСЯ, И КАРОЛЬ НЕ ТОЛЬКО НЕ МУГ ЕХАТЬ ДАЛЬШЕ, НО И НЕ МУГ ТАГЖЕ ВЕРНУТЬСЯ В КРАКОВА. МУЩАЛ ЗАДЗВОНИЧ ПО ТАТЭ, ЖЕБЫ ЗАБРАЛ И ЕГУ И РОВАРДУ ДОМА. ЗДЕСЬ МЫ НАПИСАЛИ МУЩАЛ, ЕМУ ПРИШЛОСЬ ПОЗВОНИТЬ ПАПЕ, ЧТОБЫ ОН ЗАБРАЛ И ЕГУ И ВЕЛОСИПЕД ДОМА. Но также мы могли бы сказать МЯУ ЗАДЗВОНИЧ ПО ТАТЭ. А МЯУА БЫЧ ТАКО ФАЙНО БУЧЕЧКА. А ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ТАКАЯ КЛАССНАЯ ЭКСКУРСИЯ. ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ, мы заменили на МЯУА. ИМЕЛА БЫТЬ, А ИМЕЛА БЫТЬ ТАКАЯ КЛАССНАЯ ЭКСКУРСИЯ. И ещё один текст. Можно почитать будет самостоятельно. Здесь тоже глаголы заменены на глагол МЕЧ. Например, Я ТО ЗАВШЕ МАМ ПЕХА. Но здесь явное использование глагола ИМЕЬТЬ. Я всегда ИМЕЮ НЕУДАЧУ. У меня, со мной всегда случается какая-то неудача, невезение. Хорошо. Приложу, отправлю в группу презентацию. Можно будет почитать этот текст. И примеры, все остальные также.